Ярмарка вакансий в столичном центре занятости проходит без ажиотажа. Главные работодатели здесь – пожарные, военные да полицейские. Нурлан Рахимжанов – бывалый кадровик Министерства внутренних дел. Это ведомство – лидер по количеству вакансий. Задача инспектора – набрать более 200 молодых людей для службы в полиции на охране гособъектов. Зарплата по астанинским меркам более чем скромная – 300 долларов в месяц. Зато требования к кандидатам самые, что ни на есть, жесткие. Рост не меньше 170 сантиметров, физическая выносливость, трехмесячная стажировка в школе МВД. 22-летний Исимжан уходит с ярмарки, так и не найдя подходящей вакансии. Полгода назад он закончил вуз по специальности связист. Здесь ему ничего не смогли предложить. Пока я в поисках работы по специальности, но если вариантов не будет, придется идти на службу в полицию. Работники центра занятости сами признают, что спрос и предложения на ярмарки вакансий стыкуются плохо. Столичная молодежь, скажем так, она больше стремится к более гуманитарным профессиям, то есть стремятся работать, попасть на госслужбу, национальные какие-то холдинги и так далее. То есть, грубо говоря, офисная работа. Но спрос наоборот, с точностью до наоборот у нас спрос на рабочие специальности. Потому что город Астана, как мы все знаем, это большая стройка. Салтанат Садуакасова – филолог с 12-летним стажем. Тоже попыталась счастья на ярмарке вакансий, но и ей ничего подходящего не нашлось. В центре занятости педагогу предлагают работу дворника или уборщицы. Уже больше года женщина не может найти работу по специальности. В Астане большинство людей устраивается на работу через коррупцию. Здесь не смотрят на стаж, выслугу лет и профессионализм. Все решается через взятки и знакомства. С начала года в столичный центр занятости обратилось почти 10,5 тысяч человек. Из них больше половины – молодежь до 29 лет. Государство трудоустроило только полторы тысячи из них. Остальные пополнили статистику по безработице.